Добрый вечер. Сегодня я так проанализировала свою успешную деятельность в Ютубе. И сделала вывод, что пора мне рассказать о том, как я сделала такой своеобразный поступок. Не знаю, подвиг не подвиг. Страшно мне было, конечно. Но пошла ночью на лугину, на кладбище. Сегодня это видео в Ютубе набрало 3100 просмотров у меня. А у меня 31 ассоциируется однозначно с числом женщины. Почему? Ну, я скажу. Потому что 31 глава притчи. В Библии притчи. Такая здесь книга. Там 31 глава, последняя глава притчи, кстати, она говорит о женщине. Вообще о женщине. Кажется, там идет речь даже. Да, 31 последняя глава. И последняя глава начинается так. Слова Лемуила царя, наставление которое преподала ему мать его. Что сын мой? Что сын чрева моего? Что сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губикинцам царей. Не царям, Лемуил, не царям пить вино, ни князям секеру. Чтобы напившись, они не забыли закона и не превратили сюда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающей и вино огорченному душею. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласого и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, сына ее бывших женщингов? Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без привыкков. Она воздает ему добру, а не злом во всей дне жизни своей. Добывает шесть телев и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и уроченную служанкам своему. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих наслаждает виноградник. Припоясывает силу и честность своей и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и носит. Крепость и красота одежды ее весело смотрят на будущее. Много было жен добродетельных, но ты превозошла всех их. Я, безусловно, знакома была лично с Мариной Поплавской. Я бы, конечно, не пошла к человеку, которого я узнал на кладбище. Да, я говорю о женщине, у которой не было... У нее не было законных отношений с мужчиной. Она рассказывала в одном из последних своих интервью, что у нее есть любовь. Но, к сожалению, закончить отношения она не успела. Что же произошло на самом деле? Человек погиб. Это произошло в субботу, в субботу. Рано утром. Люди выехали сразу же после концерта со Львова. И не отдыхает водитель, конечно же, и снова. Водитель, кстати, был один, что по закону не положен. Как выяснилось, у него даже отсутствовала одна почка. Потом записал видео Олег перед поездкой, что там сделали лежачие места в автобусе. Вообще безобразие. С точки зрения даже психологии, с точки зрения, как это сказать. Понимаете, что вот едет водитель ночью, а люди спят. Даже плашмя легли спят. Понимаете, что дух этот сна, он посвящает уже все. Ну, я знаю Марину. Это, конечно, человек веселый, но и серьезный. Она рассудительная женщина. И поэтому она понимала, с чем это все может обернуться. Она еще кто-то был против поездки в середине ночи. Водитель, кстати. Такое было голосование. Конечно, мы все осуждаем. Правда? Такое безобразие. Все мы много согрешаем. И праведники тоже, которые якобы в своих глазах они живут честно. Не воруют. Не делают другие беззаконные. Но такие вот моменты глупости тоже беззаконные. Тоже как это у евреев. Митсва, да? Они говорят о шаббате. Они говорят о покое. Они говорят о субботе. Свобода нарушается. И евреев нарушается. Я вот недавно каюсь, что субботой что-то согласилась идти на работу. И сама не знаешь, что со мной произошло. То есть такое происходит безобразие непоследовательность. Обидно. В тот вечер я вышла на улицу. У меня имеется в виду 19-20 октября. И слышал такой четкий зов Лиля. Таким голосом надрывным немножко. Я не знаю, что происходит. Но, видно, Бог подтверждал об опасности. Я думаю, что тогда выехал на дорогу как раз. По времени не получается. Их там голосовали. Я ещё вышла так нелепо немножечко. В одной футболке как-то там. Я думаю, что-то там... Ну, уже поздно было. Я думаю, что никто меня не увидит. А за пару дней до этого, ещё лежа в кровати, я испытала какую-то резкую боль. Почему я как бы увидела какой-то стержень, который проколол меня вот так вот сквозь голову, вот так вот как-то прорезал. Была больно резкая больно. В 11 часов в субботу я проснулась. Очень поздно. Я полно легла. Обычно, возможно, поздно. Сразу до своего ноутбука не просто была потрясена. Что-то не зашло. Но в тот же момент я получила слово. Будем воскрешать. И поехала в те, где прощалась первая девушка с Марией. Записала видео, сколько людей пришло к Мариине прощаться в театр. И 11 ноября у меня было откровение ехать в Мастер-Глеббул. Я села на автобус, поехала и освещалась пешком с Киева. Так получилось, что не хотела мне в воле выйти, попроситься, чтобы остановиться там. Я не знала, кстати, место. Точно не могла, точнее где место. Только нашла фотографию и понимала, что я могу ориентироваться по тому месту, что напротив. Там, где напротив газовая бензозаправка. Я по ней ориентировалась. Я очень долго шла. Было, конечно, нелепо. Люди не понимали, куда идёт эта женщина. Некоторые даже останавливались. Непонятный закон не принимали. Вот. И наконец-то я пришла на место. И подошла в кофе вроде. А потом подошла и присела. Это было за метров сорок до места. Я не осознала, что оно близко. Это место. Я не осознала. И вдруг ко мне сзади кто-то подходит. Я, конечно, не поняла, что происходит. Немножко испугалась, не испугалась. Но чёрная фигура так обняла меня сзади и исчезла. Я ничего не поняла. Фигура это была духовная. Без тела. Но я осознала, что это во время души. Я приехала домой. И домой всё-таки из же сна, чтобы не воскрешил. Я получила даже дату 18 апреля. Я не знаю, год был. Отсустров года не было. 18 апреля. Дата воскрешения. Два года. Два года. Два года. И я за этот период уже не один раз я была на помощь. Я ездила на велосипеде. После работы у нас там есть маршруты. Шла пешком. Один раз записывала. Второй раз. В ютубе. Сначала разместилось первое видео вообще свое. Это было видео посещение. Зачем? 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 Зачем я это делала? Знаете, я без ведения больше никогда бы этого не сделала. Я бы не смогла. Это довольно-таки тяжело. Потому что я, конечно, не боюсь там, какой никого. Я не боюсь. Но я уже давно посещала кого-то, чем я Господь когда-то призвал. Я поехала на могилу моего дяди. Вот. И получается, что ночью доехала. Я только доводила дяди назад и поехала через лес. Ну, я думаю, что это Богу такая жертва просто. Я так понимаю, что это жертва Бога. Да. Так вот. Вот это мое видео звучит. Как я иду. В полнолуние, между прочим, шла. Ну, в основном люди были недовольны. У меня 50 лайков и 53 антилайка. В основном люди почему-то меня критиковали. Для них это было соблазно. То есть осуждали. Зачем мне якобы ясквирняю. Ну вот. Ну вот женщина просто написала. Мариночка, мое золото. Люблю тебя очень. Спи спокойно. Дальше. То есть ты снимала. Вот мне нравится люди, что снимала. Как шла на могилах Марине. Логика, наверное, играет в прятки. 18 лайков в этом комментарии. Ну, наверное, надо было мне зафиксировать мою жертву для человечества. Я ходила на кладбище. Ходила и не раз. И я потом где-то прочитала, что мы теряем там энергию. Здесь здоровье своё на кладбище. То есть получается, что мы теряем силы. Энергетика там такая негативная. Ну, это, конечно, меня не останавливало. Всё равно. Вот. Но видно свои ресурсы исчерпала уже полгода. Как не ходила. Может и больше. Вот тётя только похоронила. Поехала на кладбище. Уже давно 9 дней на самом деле на кладбище не ездили. То есть... Ну, вот такая цена этой жертвы. То есть, в конце концов, человек срывается. Он не может выдержать. Вот. Ну, вот меня кто-то спрашивает, навища вам цена. Я же говорю, я... Ну, верю в воскрешение. Верю в воскрешение. Поэтому я пошла. Это немножко грубое отношение. Такое... Тебе делать нехрен. Прикинь, если бы к тебе так пришли и почтили твою память. Абсолютно не вижу ничего негатива. Абсолютно. Не вижу никакого негатива. Я же не воровала там цветы, как некоторые. Может думать обо мне. Днём я возила цветочки. Днём я привозила цветочки. Регулярно. Очень часто, кстати, ездила. Днём. Ну, ещё вот кто-то спросил, зачем шла и снимала. Я говорю, это... Ну, да. Людям мне нравится. Ну, где-то натикается. Чем я страдала тут, ну... Вот. И тут нас спрашивает. Лилия Кринчук, а с чего ты взяла, что Марина Поплавская жива? Я говорила, что... Я не говорила, что она жива. Вот. Но я говорю, что воскрешение ждём. Ждём уже воскрешение мёртвое. Ну, кто-то уже должен остановить грех на земле. Ну, посмотрите. Ну, люди ж погибают по беззаконию. Через беззаконие погибают люди. Вы согласитесь? Человек мог бы его жить, если бы не нарушали дожьи заповеди, да? Шабах. Такое. Субботи. Человеческие законы, да? Ну, нельзя на такое расстояние ездить с одним водителем. Так? Так же нельзя делать. Это же неправильно. Ну, в общем, меня осуждает, как будто я занимаюсь своими какими-то... Восхваляю себя. Ну, я делаю всё во славу Божию. Бог попросил, я сделаю. И, кстати, не один раз. И было такое, что я срывалась после работы. Открывала сарай. Брала велосипед, оставляла свои вещи и ехала на велосипеде ночью. То есть с дневной сменой на могиле. То есть один раз сняла кино в YouTube. Уже претензии ко мне зачем снимала. Спасибо, что хоть ночное видео показали. Это Людмила Семисурина пишет мне недавно буквально. Две дня назад. Приятно было. Надо прочитать. Наконец-то. Спасибо, хоть ночное видео показали. А то нет вообще ничего. Мы там побыть не можем. А увидеть так, как походится Мариночка, хочется. Правда. Почему ночью? Как вам не страшно? Как же не страшно? Мне страшно. Ну, словно мне страшно. Мне было страшно. Но я верующий человек, но я знала, что я выполняю волю Божью. В Божью волю я шла. И, между прочим, я могла бы охраны бояться. Я могли бы тоже привлечь. Я уже как-то заходила бы другими путями, чтобы меня увидели. Ну, вот кто-то пишет. Мне одной страшности даетесь. Ну, даетесь. Я думаю, что люди смотрят еще более страшные вещи. Вы согласитесь. Такую жуть смотрят. Я считаю, что это не самое страшное, что можно увидеть. Вот. Ну, знаете, когда я соприкоснулась с душой Марины на месте гибели, это был двадцать первый день после аварии. Когда она меня сзади... Ну, мы с ней были знакомы. Я, значит, училась на питфаке в Томирском институте. Она училась на филфаке. Она была на один курс старше меня. Вот. Я участвовала немножко в КВ, а не она участвовала. Она, конечно, очень-то поразила всех своей артистичностью, своей харизмой. Вот. Она мне тоже тогда очень понравилась, как она... У нас даже было выступать. Ну, как бы... Мне кажется, победили тогда и филфак. Вот. Я тоже играла на сцене «Принцесса». Ну, у нас, конечно, не было всё-таки. По Филатову сказку снимали. Ну, смешно. Ну, это было... Это был не КВ. Это как бы был спектакль. Так нельзя. В КВ не так нельзя. В КВ не надо свои пунктили. Вот. И потом так сложилось, что Лариса, которая играла маленькая такая самая английская артисточка, девчата из Томира, она работала на школе. Вот. И она нас пригласила... Моя сестричка пригласила участвовать... Ну, болельщиками. Болельщиками, может быть, в КВ. Мы это... Болели за команду девчата из Томира. Вот. И получилось, что там мы уже как-то позвонились. Так смотрела с восторгованной Мариной. Она подошла, мы поговорили. Потом как-то она пришла к нам домой, в гости. Было очень приятно пообщаться. Ну, всё. Единственное, что помню, что я уже была верующей. Наверное, они за меня переживали, что я в какую-то секту попал. Ну, конечно. Когда человек обращается к Богу, он становится странным, потому что посвящает себя время, 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 время всё Богу. Обращается Библия. Это всё. Многим не нравится. Окружающему человеку уже потеряли для них. Ну, такая борьба за вечность. Такая борьба. Да, я помню, я ходила ещё на КВН. Ходила, ходила. Ходила, потому что там... Что-то так получилось. Какие-то были такие моменты. Вот. Ну, к сожалению, мы уже не общались. Но я всегда очень... Ну, подходила ко мне Марина, когда я на Михайловской свои работы была. Она ко мне подходила. У нас тоже недоразумение вообще не произошло. Вот. Ну, больно терять таких людей, конечно. Потому что... Потому что знаешь, что мысли недосказанные что-то осталось такое. Осадок. Ты человека знаешь. Поэтому, возможно, я ушла со своей боли и ночью. Вот. Ну, я находилась в поисках Бога. В поисках истины. Вот. Ну, о воскрешении все говорят. О воскрешении мёртвых. День последний. Я знаю, что день последний. В общем, что праведники имеют... Уже свечные праведники. Вот. Ну, я познакомилась с Мариной сестричкой Людой. Так вот. В фейсбуке переписываюсь. И она рассказывала свою волю, свою трагедию. Что ей приходится бороться за чистоту. Вот. Я ей восхищаюсь. Потому что планировались памятники. Очень неприятно. Там не очень такого... эстетики никакой. А хотели установить памятники. И вот она боролась за то, чтобы запретить. Идола ставить. Вот. И манялась, что... Какие-то сквернения могут быть. Ну, мудро. И вы понимаете, если Бог что-то запрещает, то это не потому, что ему так хочется. А потому что это мудрость. Вот. Видите, родному человеку, близкому больно. Если сквернят памятники её сестре. Она запрещала на категории. Она настолько возмущалась. И так была больно. У нас и своими друзьями. Ими тоже высказывали свои воли. Вот. Многим это не понять. Осуждали её. Зачем? Притиковали. Что там плохая сестра. Почему бы плохая сестра? Знаете, душа болеет. Когда человека нету, а тут ещё память о ней будет кем-то, скажем, хоть кто-нибудь прикоснётся там или позорит. Знаете, это больно. Я говорю, для меня это такое откровение, что Бог всё творит мудро. Не создавайте себе кумиров, не создавайте себе идолов. Потому что в таком поклонении получается печаль для окружающих. Вот я знаю, что это большая была трагедия для Люды. Там не хочется, конечно, всего рассказывать, как её убежали. Вот. И сколько сплетен, сколько выливали на неё. Зачем? Какое мы имеем право создать самого родного, самого близкого человека, который остался, Марина, здесь. Вот. Поэтому, поэтому интересно, что будет дальше. Мне интересно. Я вот жду. Как раз уже будет три с половиной года следующие 18 апреля. Я что-то жду. Я жду Божьего действия на земле. Потому что написано, что если даже кто-то придёт и с мёртвых восстанет, то не поверят. Я жду, что-то должно стать с мёртвых. Кто-то должен воскреснуть. Потому что в каком теле придёт, это же другое дело. Но видно, у нас наивные отношения что-то будет так в один момент, так вот раз и придёт. А у меня такое понимание, что это будет по молитвам. Что люди ещё будут искать. Что вернут своих родных на землю. Будут искать ещё и Бога. Будут взывать. И таким образом завершится этот процесс. Остановится рождаемость, как я говорю. Некоторые не осуждают, не понимают. Но я уверена, что родным Марине. Марине, наверное, не хочется, чтобы она рождалась следующим телем. Хотелось бы, чтобы она воскресла. Что жил этот человек. Чтобы этот человек был с ним рядом. Вот такое мы видели. Ну, всего я решила вспомнить Мариночку. Потому что... Потому что её любили. К ней хорошо относились. У меня ещё есть это видео. Сколько людей, чтобы с ней общаться. Это был нескончаемый поток. Это... Ну, если мне кто-то сказал, что такое Бог, я бы не поверила. Вот так её уважали. Так её убили. Так что ищите истину. Макус любит. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok